МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите проект по понятиям. Меня зовут Альбина Шакирова. В гостях у нас президент Московского городского Виктор Васильевич Рябов. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Добрый день, Альбина. Насколько я поняла, вы руководили тремя университетами. В своем роде я чемпион среди ректоров. Вы были уверены на 100%, когда вас позвали возглавлять университет, что у вас получится? Нет, я не был уверен, конечно. Почему я первый раз отказался? Во-первых, я считал, что мне уже много лет. 57 лет, пора уже вот скоро, через три года на пенсию. Ну и когда я пришел домой, стал советоваться с женой, она мне сказала, слушай, ты уже пенсионер, что ли? Короче говоря, она подвергла меня резкой критике. А что было самое сложное при создании университета? Самое сложное – это, конечно, подбор людей, вселить в них. Вот хороший вопрос был, я уверен. А когда я уже почувствовал ответственность за то, что получится, мне важно было убедить людей, что у нас получится. Я удивлялся, когда приходили такие люди, как Ольга Васильевна Афанасьева, один из лучших авторов учебников по английскому языку, как Евгения Сергеевна Романова, одна из крупных психологов в стране, и работают они в хороших вузах. Когда люди шли из МГУ, шли только потому, что здесь определялся им конкретное, какое-то ответственное место, где они могли себя проявить. Конечно, я еще и гордый за то, что сделанный дает основания как-то чувствовать себя в свои годы спокойно и нормально, что ты что-то сделал в этой жизни. Какими качествами должен обладать управление в образовании? Владимир Ильич Ленин, когда вы спросили, так же, как примеровыми меня, он просто сказал – привлекать к себе людей. Это не их диктат, это не приказ. Но если ты умеешь соединиться в этой цели с коллективом, и если коллектив тебя понял, и если он оценил это, то нельзя ему приказывать конкретно, и нельзя приказывать одному, второму, третьему. А надо попросить. Если я попросил почему-то какого-то декана, если профессора, то я полностью уверен на 100%, что он все сделает, чтобы это выполнить. А как вы оцениваете свою работу в ЦК? Я знаю, что вы книгу написали. Какая основная мысль, которую вы хотели поделиться, когда сели писать эту книгу? Для, прежде всего, историков показать, как умирала эта партия в эти годы, как умирал ЦК, каким безвыходным были вот эти заседания. Бессмысленными, да? Ну да. Они были просто унылыми, они были выпиюще-бесперспективными. И я видел метания Горбачева. Я, кстати говоря, отдал им не очень лестную характеристику, потому что я согласен с теми, кто ее критикует за мягкость, мягкотелость, и в то же время за твердую линию в попустительстве, скажем, западноевропейцам Америки. Есть ли что-то из прошлого, чего вам не хватает в сегодняшнем дне? Комфортной политической жизни. А что это значит комфортная? Ну вот, когда я смотрю телевизор, когда я вижу все это, меня это часто раздражает, пугает и вызывает недоумение. Телевизионные передачи, там, 60 минут, или на Первом канале, передачи этих наших ведущих, где клеймят каждый день Украину, как там плохо, а у нас как хорошо. И когда я смотрю, какую-нибудь деревню показывают, где человек собирает бутылки, чтобы прожить, да пойдите в нашу деревню какую-нибудь дальше, у нас то же самое можно найти. На что бы вы никогда не согласились? На какую-то измену, на предательство, на то, чтобы изменить семье, стране. Есть ли вещи, которые для вас в жизни важны и символичны? Самое главное – это наличие друзей, порядочных, интересных, творческих. Мир такой добрый в семье. Еще трудно вообще существовать и жить. Кто ваши любимые писатели и литературные герои? Я не могу предпочесть Пушкина, Лермонтову и наоборот. Я не могу выделить из шестидесятников, скажем, Вознесенского или Беллу Ахмадулину, или Роберта Рождественского, или Акуджаву. Для меня все они интересны. Для меня даже интересен Саша Черный. Ну, нравятся стихи Есенина, вот такие лирические. Но фатетика Маяковского, она вообще художественно оформленная, понимаете, она не рамочная, она вселенная. Это тоже увлекает. Ведь все даже зарубежные критики, они отмечают выдающийся талант Маяковского. Толстой. Вот как можно не любить Толстого? Скажем, ну, выделять я его не хочу. Был такой Чертков. Ну, он изучал исследователей творчества Толстого. Ну, и вот один раз сидят они на веранде. Вдруг комар садится на нос Льва Николаевича. Льва Николаевич, ну, как поступает человек? Шаг и все. Ну, вот Чертков, как эстет, начинает ему говорить, Льва Николаевич, вы, идеолог, тезисы не убей. Вы погубили жизнь комара. А у него там какая-то комариха. Он бы там, сколько бы детей было, комарят и так далее. Он бы посмотрел на него так долго-долго. Тот замолк, говорит, Чертков, так жить подробно нельзя. И главное, что он еще не знал, что кусают комарихи, а не комары. Есть ли у вас хобби какое-то? В свое время в студенческие годы я занимался фехтованием, а сейчас я занимаюсь бильярдом. Была игра нашей команды, департамента образования, в которую я входил, с делегацией Московской областной думы, с депутатами. И у меня самая длинная партия была, и от нее зависело, кто победит. И я проигрывал 1-7. А игра до 8 в русский бильярд. Там играл молодой депутат. Он пришел с своим кием, он перчатки одел, он постоянно мазал. И смазывал мелом и кей, и руки, где прикасался кей. Думаю, подвожу команду. Ну как я мог проиграть 1-7? И вот какая-то сработала механика, то ли мозгу, не знаю. Короче говоря, я начал играть серьезно. И я выиграл эту партию. Там все депутаты подоложили, сошлись, говорят, да как ты, Николай, да ты че? Он говорит, ну вот, ничего сделать не мог. Вот бывают такие взлеты иногда, которые основаны на неизвестных, пока не поздных, мне кажется, возможностях организма. Есть ли что-то в жизни, что вы хотели бы сделать, но пока не получалось? Я бы хотел что-то написать, какую-то монографию научную, более серьезную. Был такой известный дагестанский поэт Расул Гамзат. Он был очень известным, не только поэтом, но и политиком, он всегда был депутатом Верховного Совета. И вот он сидит в президиуме заседания Верховного Совета и пишет своей жене. Патимат, сижу в президиуме, а счастья нет. Что такое счастье? Счастье – это… Я думаю, счастье заключается в том, что у человека по жизни что-то получилось с точки зрения его отдачи людям, помощи людям. И он вполне обоснованно может прийти к выводу, что он не напрасно жил. Часто ли вы бываете недовольны собой? Да, я почти всегда недоволен собой. Одним из качеств вообще первых качеств человека должно быть качество умения подавить себе змея, подавить себе склонность к авантюризму, к самолюбованию. Можете ли вы сказать, что вы ничего не боитесь или у вас есть все-таки какие-то страхи? Почему? Я боюсь, как все, наверное, я боюсь смерти, я боюсь неудач в жизни, я боюсь автокатастроф, например, я сам за рулем езжу. Но самое главное, я никогда не прогибался ни перед кем и никого не боялся с точки зрения отношений, начальства. Какое событие в жизни вас потрясло или изменило? Конечно, события, когда я оказался в санатории, и все случилось, крах карьеры, жизни, дум о семье, о работе. Это было самое, пожалуй, мощное. И я тогда растерялся. Вы испугались? Да, и я испугался. И только вот когда приехали друзья, когда я уже стал рассуждать, что в конце концов, ну, я найду работу, что в конце... Но это очень мощный удар был по самолюбию, по психике, даже по выбору пути, потому что это привело меня к анализму. Может, что-то я в жизни не так сделать. Может быть, надо было мне, скажем, ну, не уходить вот с этой ректорской работы. А вы дрались когда-нибудь? Да, конечно. У меня до сих пор на колке с детства остались некоторые. Один раз везде за девушки. А девушка – это восьмиклассница, с которой я познакомился. Это моя жена с восьмого класса. Вот. Ну, пришли с другой улицы ребята и стали к ним приставать. И вот первый раз в жизни я им дал такой пощечин, который до сих пор у меня вот как будто горит рука. Мне стыдно за это, но тем не менее я не удержался. И был такой случай, как я отвоевывал девушку. Вдруг я узнаю, это было в девятом или десятом классе, что в дом к Марии приехал какой-то с матерью из Куйбышева ухажер, в смысле кандидатура на жениха. Ну, у меня тут же была команда, все доложили сразу. Я сразу просигналил. Дом окружили. Мы ее вызвали во двор. Один у меня был друг. Всегда ходил с ножом. Он вытаскивает нож и говорит, ну, ты когда уедешь? Если через два часа не уедешь, а в два часа автобус будет, то вот ты здесь и останешься. Ну, вот после этого блокаду сняли, в два часа они уехали. И все, и буржнили. Вот, было и так. В жизни всякое бывает. Субтитры создавал DimaTorzok